добро пожаловать на канал harddress.info это устройство motorola moto e7 plus сейчас я покажу вам как сбросить фрп-блокировку что такое фрп-блокировка вы замените значок вот такой блокировки на вашем экране если вы сбросили пароль и все сбросилось здесь пароль блокировки разбросился но сработала фрп-блокировка у вас такой значок вы не можете пройти пока не впишите либо пароль прошлый старый либо же не сможете войти в свой google аккаунт то есть вписать адрес электронный gmail и пароль и так как же это сделать ну смотрите в начале вы должны выбрать русский язык это обязательно акцентирую внимание на том что должен быть именно русский язык затем нажимаете начать после чего не вставляете сим-карту ни в коем случае нажимаете пропустить сим-карты не должно быть в телефоне затем подключаетесь к сети вай фай абсолютно любой это не имеет никакого абсолютно значения какой нажимаете подключить после этого ждем пока пройдет проверка обновлений отлично выбираем не копировать опять ждем ну вот теперь телефон требует у нас подтверждение пин кода здесь мы либо вспоминаем пин код что очень вряд ли либо нажимаем использовать google аккаунт в google аккаунте вписываем адрес электронной почты который был у вас на этом телефоне перед сбросом и пароль тоже если вы не помните какой был адрес электронной почты либо же не помните пароль от этой почты конечно же лучше восстановить но если нет тогда следуйте нашим нашим инструкциям которые рабочие как обычно и так нажимаем на строку для ввода текста нажимаем и удерживаем пробел и нажимаем языковые настройки после чего нажимаем на кнопку добавить клавиатуру выбираем айзей барджанский и в правом верхнем углу нажимаем на трое . затем нажимаем справка слэш отзыв нажимаем о функции свирь свитч отец для android и нажимаем на пуск видео один раз нажимаем не 2 вот сейчас и нажимаем сейчас в правом верхнем углу видео нажимаем на трое . и нажимаем смотреть позже отлично мы в браузер нажимаем продолжить спасибо не надо теперь переходим на наш сайт в поисковой строке вписываем hard reset . info палочка косая ру и нажимаем enter мы на нашем сайте теперь в правом углу нажимаем на три палочки и скачать в поиске здесь уже в этом поиске это отдельный поиск от всего пишем 7 . 1 . 2 нажимаем поиск нажимаем скачать спускаемся вниз нажимаем и удерживаем большую зеленую кнопку и нажимаем нажимаем открыть в режиме инкогнито нажимаем ok ждем загрузки отлично файл загрузился открываем его нажимаем настройки разрешаем установку из хрома возвращаемся назад и нажимаем установить нажимаем готово не нажимаем открыть нажимаем готова возвращаемся назад дважды чтобы опять было написано скачать и внизу поиск и здесь вписываем название settings это приложение которое поможет нам открыть настройки settings нажимаем скачать и даже схема нажимаем и удерживаем зеленую кнопку открыть в режиме инкогнито ok открыть установить настройки и теперь внимание когда установились настройки нажимаем открыть отлично мы открыли настройки теперь что мы делаем теперь мы с вами спускаемся о боже не спускаемся выбираем пункт приложения и уведомления показать все приложения в правом верхнем углу нажимаем на троеточие нажимаем системные процессы чтобы больше приложений нам показывала и вписываем надпись google нажимаем сервисы google play нажимаем отключить отключить приложение остановить окей все возвращаемся назад и опять вписываем google как видим google play сервисы остановлен возвращаемся и вернее спускаемся вниз выбираем play market нажимаем отключить отключить приложение остановить окей все возвращаемся еще раз назад и последнее что мы должны отключить опять вписываем google спускаемся в самый низ нажимаем google services framework ой боже отключить сначала а потом остановить окей все возвращаемся назад в меню настроек общее спускаемся вниз выбираем пункт аккаунты и нажимаем добавить аккаунт google вот наше приложение видите она вместо гугла у нас установлено не переживайте пароли никакие не воруются нам это не за чем не нужны ваши пароли так и здесь вписываем адрес электронной почты google в принципе это окно входа в google как мы можем поделать но можем но нет hardra z info вписываем нажимаем далее ну и позже не тот адрес у меня хардра z info 1 тут уже вписывайте любой свой электронный адрес вообще любой просто который вы помните или можете хоть час создать почту мы ее как бы подменяем в системе то есть он будет думать что это та почта которая нужна вписываем пароль после того как вы вписали пароль нажимаем кнопочку далее принимаю каждый раз когда выскакивает наше сообщение о том что приложение произошел сбой нажимаем закрыть это приложение специально заставляет систему ошибаться и из этого он пропускает нас дальше что делаем дальше дальше мы с вами находим пункт приложения опять приложение уведомления показать все приложения опять трое точие в правом верхнем углу системные процессы и пас по старинке открываем сервисе google play нажимаем включить возвращаемся обратно google опять вписываем выбираем play market включить закрываем приложение опять вписываем google google сервисы фреймворк включить возвращаемся назад и теперь когда мы включили уже последнее приложение google сервисы фреймворк нажимаем и удерживаем кнопку питания и нажимаем перезагрузить отлично теперь нажимаем пропустить и делаем то же самое только теперь как вы видите у нас уже замочка в левом верхнем углу уже нет потому что мы подменили аккаунт и он думает что мы уже вошли вот так вот мы обманули android но ничего страшно не копировать вот видите а говорит что аккаунт уже добавлен не знаю как это у него так странно он так думает но не важно нам наруб он думает что аккаунт добавлен ведь мы его добавляли причем добавлен не тот который был раньше на телефоне а тот уже который мы просто захотели синхронизация там включайте не включается на ваше усмотрение и нажимаете принять но сейчас сильно не зацикливайтесь на полной глубокой настройке нужно будет сбросить удалить то приложение наше которое вы установили для его для того чтобы сбросить нужно сделать полный сброс телефона в принципе поэтому мы сейчас не заморачиваемся над настройкой я вас проведу до конца а дальше уже настраивать вы будете полностью сами с паролями с отпечатками пальцев что хотите создавать пока что пока что мы просто проходим к системе и должны сделать теперь полный сброс только не через кнопки а через именно настройки сейчас покажу вам как это делается каждый раз когда выходит окошко нажимаете на крестик закрыть приложение нажимаем принять и продолжить далее далее разрешаем начать далее 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 стригаем эту штуковину все мы уже вошли в систему уже в принципе телефона можно пользоваться но из-за наших приложений которая ломала собственную систему у нас постоянно вот в беззвучных уведомлениях будет лютое количество уведомлений которые будут приходить никогда не будет заканчиваться из-за чего телефон будет притормаживать поэтому чтобы убрать эту проблему заходим в настройки спускаемся вниз система дополнительно сброс настроек удалить все данные удалить все данные данные да все теперь телефон сбросится никаких данных на телефоне не останется хотя их и не было как бы логично не вот и вы просто изначально то есть заново пройдете первоначальную настройку устройств покажу вам как это делается в следующем видео если вдруг вы не знали но если знаете тогда как бы на этом все спасибо большое за просмотр этого видео подписывайтесь на наш канал кстати ребят если вы подписчик вы можете задавать вопросы в комментариях даже если у вас проблем приключилась сейчас мы постараемся вам как можно скорее ответить до скорых встреч до свидания